приветствуем вас на канале мясорубка свежие новости подъехали начинаем крутить фарш илон маск пошел такую правду матку рубить что даже такер карлсон мог бы позавидовать причем с некоторых пор это не односложные ответы или комментарии а настоящее рассуждение с выводами и печальными для байдена обвинениями причем похоже что чем дальше тем больше он входит во вкус миллиардер и предприниматель илон макс заявил что заявление президента сша джо байдена о намерении решить проблему нелегальной иммиграции в сша являются наглой ложью поскольку она вызвана 94 исполнительными указами администрации байдена пока эти исполнительные указы не будут отменены заявление байдена о том что он хочет бороться с нелегальной иммиграции является наглой ложью приводит слова маска риа новости отмечается что маск считает что администрация президента вместо охраны границ растилает красную дорожку перед нелегалами при этом а заявил что поддерживает рост законной иммиграции но выступает против того чтобы америку наводняла огромное число непроверенных людей течение трех лет которые сша руководит байден фиксируется наплыв нелегалов страну так в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы что стало крупнейшим числом за один месяц в истории штатов что чуть ранее бывший президент сша дональд трамп и губернатор техаса грек эббот выступая в населенном пункте игл пас возложили на действующего главу государства джо байдена ответственность за убийство и изнасилование совершены нелегальными мигрантами трамп сказал что джо это кровь бесчисленных невинных жертв по его словам можно вспомнить много ужасных историй про это трамп подчеркнул что в 2023 году почти половину всех арестованных преступников нелегалов обвинили в 33 тысячах нападений 3000 грабежей 7000 краж 7 с половиной тысяч преступлений связанных с оружием четыре с половиной тысячи сексуальных преступлений 600 похищений 1700 убийств сказал он по его словам возник новый вид преступления преступления мигрантов имени байдена передает тасса ссылка на rcbn и бот выступая в игл пас связи с поездкой туда трампа который поддерживает политику губернатора по борьбе с незаконными мигрантами пожаловался что ни одной недели не обходится без того чтобы американец не был убит изнасилован или не подвергся бы нападению со стороны того кому байден разрешил незаконно попасть в сша и бот обвинил байдена в том что президент не выполняет свою работу и не обеспечивает безопасность границы он подчеркнул что техас единственный штат в американской истории который возвел собственную стену на границе причем как заявил губернатор штат просто строил ту же стену что и трамп губернатор пригрозил что техас продолжит высылать мигрантов города по всей территории сша пока белый дом не обеспечит безопасность границы техасе находится также нынешний американский лидер джо байден тем временем федеральный судья западного округа штата техас дэвид эзра заблокировал закон позволяющий техасской полиции арестовывать мигрантов подозреваемых в нелегальном пересечении границы сообщает асэйшед пресс напомним власти сша хотят убрать проволочное ограждение установленная техасом в рамках борьбы с наплывом мигрантов национальная гвардия штата техас заблокировала доступ сотрудников федеральной пограничной службы на участок границы с мексикой вице-губернатор техаса дэн патрик предупредил президента сша джо байдена и его администрацию о возможном столкновении с техасскими силовиками впрочем у америки хватает переживаний и по их любимой теме оказывается замечательные санкции байдена не работают какой сюрприз на второй год они это заметили причем оказалось что даже российский vpk который уже казалось бы обложен санкциями больше всех остальных точно также спокойно получает санкционку даже секретную сейчас обо всем расскажем а пока молодой предприниматель из тюмени вадим боков которого прозвали в интернете тюменский илон маск буквально перевернул представление о беспроводных наушниках сиджи подс не уступают по качеству именитым фруктовым аналогом а по функциям даже превосходят при этом стоит в четыре раза дешевле и вот теперь тюменский илон маск переворачивает представление об уборке дома это весной тюменцы представили целую линейку топовых пылесосов в отличие от китайских аналогов тюменские робота-пылесосы не буксуют на порогах и преодолевают препятствия до двух сантиметров расход зарядки у тюменцев более низкий а контейнер для пыли более объемный можно чистить и подзаряжать пылесос после двух-трех уборок у тюменских роботов-пылесосов умная лазерная навигация она в считанные секунды создает виртуальную карту помещения и тщательно убирает каждый участок в отличие от китайских аналогов тюменские пылесосы не размазывают грязь по полу а реально его моют проходя каждый участок трижды в разных направлениях управляя кнопкой на корпусе дистанционно с мобильного приложения или с пульта а еще у тюменцев появился уникальный пылесос батон для очистки авто благодаря такой форме пылесос помещается в карман на двери или даже в бардачке автомобиля при этом тюменский пылесос батон поможет с уборкой в самых труднодоступных местах его диаметр всего лишь пять с половиной сантиметров но главное сила всасывания как у топовых полноразмерных домашних пылесосов а для самых узких щелей авто в комплекте есть специальные насадки в линейке есть и вертикальный пылесос маневренный и легкий весит всего два килограмма сила всасывания у этой тюменской модели на 20 процентов выше чем у супер дорогого британского аналога уборка эффективнее но главное цена в шесть раз ниже гарантия на все пылесосы тоже в тюменском стиле если вдруг что-то случится заменят на новый они ремонт однозначно рекомендуем обратить внимание на новейшие тюменские беспроводные пылесосы сканируйте qr-код или переходите по ссылке в описании там же код на скидку на этот раз 500 рублей в российской армии продолжают использовать американские технологии несмотря на санкции в частности были выявлены 211 компонентов заявил сенатор блюменталь москва считает санкции нелегитимными следователи комитета сената сша по внутренней безопасности и правительственным делам обнаружили что в российской армии продолжают использовать американские технологии несмотря на введенные санкции заявил глава подкомитета группы по расследованиям сенатор-демократ от штата коннектикот ричард блюменталь передает за вашингтон таймс американские производители подписывают и поддерживают растущую гигантскую российскую военную машину они используются в ракетах беспилотниках боеприпасах и других видах военного оружия русские полагаются на американские технологии сказал он на слушаниях комитета назвав экспортный контроль сша неэффективным блюменталь в этом году получил данные фиксирующие использование 211 полупроводников чипов и других технологий производства сша в ракетах и другом военном оборудовании россии по словам сенатора за производство 87 из этих компонентов отвечают четыре ведущих американских технологических компаний аэмди аналог девайс intel и техас инструмент аналог девайс intel и техас инструмент заявили витте что прекратили поставки продукции в россию после начала февраля 2022 года и соблюдают экспортное ограничение а им день и ответила на запрос о комментариях техас инструмент сообщила газете что сотрудничает со следователями сената и у нее есть специальная команда которая тщательно следит за продажей отгрузкой своей продукции аналог девайс заявила что поддерживает усилия федеральных следователей и сотрудничает с несколькими правоохранительными органами чтобы принять надлежащие меры против ненадлежащего использования и продукции intel заявила что она активно и старательно работает над отслеживанием и устранение потенциальных проблем дистрибьюторами и не допускает обхода своих требований сенатор-республиканец штата висконсин рон джонсон поддержал мнение блю ментале заявив что санкционная политика сша в отношении россии не сработала охарактеризовав ее словами вы затыкаете одну дыру открывается другая а тем временем британия окончательно разорилась хочет продать авианосец принц уэльский для того чтобы профинансировать ремонт эксплуатацию другого авианосца королева елизавета такими сенсационными заголовками вышли на днях британские сми причем новость естественно подозрение не вызывало когда в разгар в самых важных учений нато ломать в течение недели оба британских авианосца и королевство оказывается физически не способна предоставить хотя бы один корабль данного типа хотя это было обещано что ж логично было бы ожидать что правительство предпримет какие-то меры для того чтобы впредь подобных ситуаций не возникало тем более что их причина это ни одного раза не тайна не военные не политики даже не скрывали что главная проблема в тотальном безденежье из-за которого обслуживать столь дорогие корабли вовремя и в нужном объеме просто не получается а их еще и два при том что британия явно не нужен ни один короче принца уэльского решили по-братски и загнать кому-нибудь из союзников той же австралии например или канаде она вырученные деньги привести другой корабль в полный порядок эксплуатировать много лет однако шнет мечты о британском здравомыслие очень скоро оказались разбиты ровно те же газеты которые сперва опубликовали новость о продаже от своих источников начали публиковать опровержение ссылаясь на другие источники великобритании опровергли слухи о том что авианосец принц уэльский будет продан по сниженной цене из-за нехватки средств на оборонные расходы страны об этом сообщает газета the telegraph неназванный представитель королевского флота заявил эти утверждения категорически неверные мы полностью привержены эксплуатации авианосцев королева елизавета и принц уэльский штука в том что горделивые позы британии не имеют никакого значения то время как путин закладывает 700 миллиардов на цифровую экономику в лондоне стоят два сломавшихся авианосца и от газетных статей деньги на них не появится что поделать такова специфика западных санкций почему то сами же санкционеры от них и страдают если британия не станет продавать второй корабль то выхода у нее ровно два либо ей оба корабля надо будет содержать в надлежащем состоянии либо оба авианосца продолжат ломаться и у британии все равно по факту не будет как минимум боеспособном состоянии так что решение лондона не продавать можно лишь приветствовать пусть разоряются дальше а нам дорогие друзья надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас чтобы приготовить завтра еще свежего фарша